Музыка Музыка Номер 11 за 2014 год Ноябрь Луна рекомендует А вот анонс номера В следующем номере мы будем разбирать методы информационного лечения Волнового генома, квантовая генетика Ознавление организма Петр Горяев Не так, как опять Я хочу повториться Чтобы эту тему знать Мало прочитать ее Надо как-то вникнуть Надо ее опробовать Тогда что-то будет получаться Вот Приметы и особенности ноября Какие? А вот интересная такая статья большая Положение человека во сне И его особенности Если человек спит на боку И поза эмбриона Сон на спине Сон на животе Сон на спине с раскинутыми руками То есть я вот это вот где-то нашел Из... Где-то на просторах интернета И вот Все это по-своему Изложил, переработал Так, познавательно-практически Молочница Продолжается Видите, окончание Окончание Лечения молочницы Слизистой оболочки рта И горлок Слизистой оболочки Да Лечение молочницы на ногтях То есть различные виды молочницы Как лечить Лечение молочницы У детей У беременных женщин Свои особенности, варианты Разбираем, разъясняем Заключения Народные методы лечения молочницы Противоспалительная Противозудная Бактерицидная Противогриппозная Иммуностимулирующая Сода и травы от молочницы Половых органов Бура с глицерином То есть вот различные Народные методы В которых я разбираю Именно о чем они хороши Или наоборот Какие могут возникнуть Осложнения Или Или в чем их слабина Так, раствор квасцу Бурой кислоты И медного купороса От молочницы для женщин Ну смотрите Квасцы вяжут Бурная кислота По-моему тоже вяжет Медный купорос Вяжет От молочницы То есть Все средства Которые вяжут Которые вяжут Они как раз И воздействуют На вот эти вот Микроорганизмы Кандиды И уничтожают их Так, травы От женской молочницы Зверобой От молочницы Вот тут Очень-очень много Познавательно Практический материал Эвкалип Тройной сбор Для ванночек От женской молочницы От варлуковой шелухи Много-много-много всего Квасцы дубового кора От женской молочницы То есть Идет взаимное усиление Дубового кора Вяжут Квасцы еще более сильно Вяжут И все это вместе Усиливает действие Вот Какие травы Манжетка Потом пошла Астма бронхиальная У нас Продолжение Да, окончание То есть Статьи Лечение Профилактика Бронхиальной астмы Что Откуда наберется Что делать И важно Знаете Вот не просто Там я вот Ну будем говорить Вот как врач Он там не смотрит А что там вы едите А что это вот То есть Для того Чтобы возникло Любое заболевание В том числе Бронхиальная астма В организме Должны создаться Условия Вот И важно понимать Как это все создается И если мы На эти условия Повлияем Образом жизни А ну начнем Там что-то там Другое совсем есть То мы Говорит Фундаментально Излечимся Начнем с самого Фундамента А не просто Сначала знаете Крышу разбирать А потом будем добираться До фундамента А фундамент Останется И дальше все это Пойдет по новой Так вот смотрите Тут Одна из таких Этих Ну Пунктиков Продукты Животного Происхождения Богатые Жирами Удушья И наоборот Бесслизистое питание Ведет к легкому течению Астмы И даже И исчезновению А полное прекращение питания Дозированное лечебное Голодание Эффективно Лечит Астму То есть важно Понимать Вот эти Основополагающие Вещи Которые Лежат За заболеванием И его Провоцируют Знаете Как вот Как За ниточку Дергает То есть Вы видите Там Клоуна Или Ну Говорите В куконном театре Кого там Персонажа Который там Пляшет Но вы не видите Кто Дергает За ниточку Этого персонажа И он У вас Пляшет Вот И думаете Что сейчас На него Воздействуем На этого персонажа И все А ниточки То остаются Другой персонаж Приходит Опять Дергает А надо Воздействовать На то Кто Дергает Ниточками И как раз Вот тут Я это все И излагаю Вот в чем Сила Этой статьи И моей газеты В частности Что если Я вберусь Тему То я Стараюсь Ее Понимаете Разобрать Первичная Профилактика Астмы Вторичная Профилактика Бронхиальной Астмы Третичная Профилактика Даже от Астмы А кстати Это не просто Я вот взял Вот так Придумал Первичная Вторичная Третичная А это Есть Медицинская Энциклопедия То есть Медицинская Наука Она как бы Сказать Вот Вот так Преподносит Все это Дело Ну я Взял Их Название А Изложил По Своему Народное Средство Лечения Бронхиальной Астмы Подорожник Тесточное Масло Кофе С медом Вот что Она делает Понимаете Не просто Я описал Можно так Рецепт И все А Постарался Там И кое Что Описать За счет Чего То или иное Лекарство Действует Астма Астма Постуда Бронхи И пошло Пошло Грецкие Рехи Практика Лечения Вот видите И не просто Можно так Сознать Можно Сделать Вернее Какой-то Теорий Сделать Ага Вот так Лечитесь Но важно Чтоб Все это Было Подтверждено Практика И вот Как раз Практика Лечения Астмы Разбирается На основании Собственного Опыта Она считает Что вылечиться От астмы Ну Чтобы вылечиться От астмы Нужно отказаться От всего Что содержит Сахар 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 Можно заменить Медом Или изюмом А изюм Изюм А он Подсушивает Когда организм Чрезмерно Оводнен Ослизнен Вот эта слизь И прет Через легкие И астма Как только Он подсушен А Что подсушивает Подсушивает Сухофрукты Например Ну как Один из этих Вариантов Все Сухофрукты Сахар Жизнь Без него Так И вот Как раз Смотрите Еще тут Я Интересно Вот это Вот Смотрите Видите Как у нас Кров Склеена Красно-кровяные Тельца Склеиваются Из-за того Что лишается Заряда Понимаете Лишаются Заряда И они Прилипают А когда у них Есть заряд Заряд То они Друг от друга Отталкиваются И вот Такая Получается Текучая Ну и дальше У нас Кипидарные Волны Зальманова 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 Продолжение следует...